Светлана Эльгизовна, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. 16 марта Александр Евстифеев внес послабляющие изменения в указ главы республики о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей. Наверняка решения принимаются совместно со специалистами, в том числе с учетом мнения санитарных врачей. Вопрос по адресу. Значит ли это, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась? Да, действительно, мы видим положительные изменения в течение эпид-процесса коронавирусной инфекции. Мы последние недели видим снижение темпов прироста до 0,2%, причем как суточных, так и недельных, и по сравнению с январем, по сравнению с декабрем прошлого года. У нас суточный интенсивный показатель на 100 тысяч населения на сегодня равен 3,4 на 100 тысяч населения. Тогда как в середине января у нас этот показатель был на уровне 7. И практически в 2,5 раза по сравнению с январем на текущий момент у нас снижение заболеваемости вне больничными пневмониями. Также я хотела бы отметить, что в разрезе социальных групп населения у нас были высокие показатели, интенсивные показатели, среди лет старше 65 лет, среди пенсионеров. И последние три недели мы видим, что данные показатели стали снижаться. Конечно, мы видим, что ситуация стабилизируется. Ну, так или иначе, определенные ограничения, они все-таки остаются у нас в регионе. Например, по-прежнему запрещены массовые мероприятия внутри помещений, действует ограниченный режим работы баров, ресторанов, ну и так далее. Вот это скорее подстраховка или все-таки необходимость? И когда ждать нам полного возвращения к допандемийному образу жизни? Что для этого нужно? Понятно, что ситуация стабилизируется, но она все-таки остается напряженной. Мы должны с вами сегодня все-таки говорить о том, что заболеваемость есть. Циркуляция вируса среди населения республики существует. И объясняется это все тем, что у нас на сегодня не создана коллективная иммунная прослойка. Иммунная прослойка, она создается за счет поствакцинального иммунитета, после проведенных прививок. Или же также формируется за счет постинфекционного иммунитета. То есть те лица, которые перенесли, они тоже, в общем-то, свой вклад в эндоиммунную прослойку вносят. Говорить о иммунной прослойке, если в целом среди населения по республике Мариэл, то мы на сегодня знаем, что у нас охвачено профилактическими прививками против коронавирусной инфекции только 3% населения. Значит, иммунная прослойка среди переболевших, она тоже достаточно тонкая. Здесь я могла бы сказать, что те результаты лабораторных исследований, которые мы получаем от государственных и частных медицинских организаций, на сегодня свидетельствуют о том, что из числа всех обследованных, которые обратились за данной услугой в те или иные организации, составляют не более 37%. Более того, я бы хотела сказать, что те лица, которые у нас переболели прошлой весной, у них со временем тоже титр антител может падать. Поэтому вот это вот когорта населения, переболевших, имевших определенное время, титр антител тоже может снижаться. Естественно, они также могут вовлечься в эпид-процесс. Поэтому пока не будет созданы коллективные иммунные прослойки, и в первую очередь за счет поствакцинального иммунитета, конечно, те или иные ограничения у нас будут пока присутствовать. Ну, например, вот я знаю, что вы, Светлана Ольгизовна, сделали прививку против коронавируса, но тем не менее вы постоянно находитесь в маске. То есть не снимаете ее. Почему? Можете объяснить? Ну, я здесь объясню тем, что, да, у меня есть, допустим, вот титр антитела, у меня выработался поствакцинальный иммунитет. Тем не менее я хожу в маске. Почему? Потому что я могу столкнуться с инфицированным человеком, могу подхватить этот вирус, этот вирус у меня будет на слизистой носоглотке. Я не заболею, но я буду представлять угрозу для своих близких, окружающих, коллег, если я не буду носить маску. То есть для тех, кто не имеет иммунитета. Да, вот у тех лиц, у которых есть поствакцинальный иммунитет, можно подхватить вирус. Это называется транзиторное носительство. Вот мы носим этот вирус и можем его распространять. То есть переболевшие, они могут также быть источником инфекции. Но понятно, что для вакцинированного, конечно, это безопасно. Да, но если говорить о новых штаммах, если все-таки будет занос в нашу страну, республику, защитит ли спутник Ви от них? Вот что вы думаете по этому поводу и что говорят ваши коллеги? Ну, я буду говорить, основываясь на официальной статистике Федеральной службы Роспотребнадзора, на сегодня широкого распространения на территории Российской Федерации британского, в том числе, штамма, не существует. Хотелось бы мне сказать, что на сегодня новые штаммы вируса, коронавируса, они несущественно влияют на течение эпид-процесса, на его интенсивность. Вообще, наши ученые, которые провели изучение свойств данного вируса, подтвердили, что наши антитела, те, которые мы имеем после вакцинации, а также у перенесших это заболевание, нейтрализуют данный штамм. На сегодня точно уже установлено, что те антитела, которые есть у человека после прививки, а также у перенесенного заболевания человека, они защищают как от привычного штамма вирусов, так и от британского и прочих. В сегодняшней ситуации грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции, они словно отошли в тень. На самом деле сейчас самый сезон вирусных заболеваний. Как складывается эпид-обстановка у нас сейчас в МРИАЛ? Мы, естественно, никуда в сторону не отодвигали данные вирусы. Мы продолжаем систему эпид-надзора за данной группой инфекции. У нас циркулирует аденовирус, вирус парагриппа, РС-вирус. Вирус гриппа мы не находили. И я бы здесь хотела бы дать определенное объяснение, почему у нас на сегодня нет случаев заболевания гриппом. Не от того, что коронавирус подавляет этот вирус. Просто я еще раз хочу подтвердить, что за счет хорошей, высокой коллективной иммунной прослойки эпид-процесс можно остановить, даже прервать его. Но сегодня у нас по Российской Федерации почти 60% населения имеют защиту от гриппа. У нас в республике 53% населения на сегодня охвачены профилактическими прививками против гриппа. Каждый второй у нас имеет защиту. И, конечно, это помогает прерывать те или иные эпидемиологические цепочки передачи инфекции. Второе объяснение. Все-таки на сегодня тот комплекс антиковидных мер, который на сегодня у нас соблюдается, это масочный режим, разобщение, ограничение по массовости скопления тех или иных учреждений, дистанция, дезинфекция поверхностей, все это также влияет на то, чтобы распространения гриппа не было. Но, тем не менее, все-таки мы находимся на сегодня в том типичном нашем подъеме заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Мы уже 5 недель превышаем эпидемические пороги. Это характерно для нынешнего сезона. А изменился ли охват тестированием на ковид в связи с ростом числа заболевших у РВИ? Вот осенью далеко не у всех брали тест на коронавирус. Ну, уровень тестирования для диагностики коронавирусной инфекции, он должен быть на уровне 200 на 100 тысяч населения. И данный регламентированный показатель наша республика выдерживает. Мы ежесуточно тестируем 1360 человек. Конечно, у нас есть приоритетные группы, которые мы должны тестировать. Но за счет существенного снижения заболеваемости вне больничными пневмониями, конечно, нам надо было дополнить, расширить этот перечень контингентов. Поэтому мы взяли за основу тестирование с профилактической целью. У нас на сегодня тестируется преподавательский состав и студенты высших учебных заведений. Мы расширяем границы очага при регистрации в случае заболевания у конкретного человека. То есть мы берем его границы очага не только в пределах его семейного окружения, но также там, где он работает, где он учится, воспитывается, где он там занимается еще дополнительными какими-то занятиями. Конечно, мы расширяем за счет этого. И, конечно, мы расширяем тестирование за счет заболевшей хоровой. Не всех подряд, а там, где есть все на усмотрение врача, там, где есть реально специфические клинические проявления, похожие на коронавирусную инфекцию. Ну, конечно, прогнозы, оно дело неблагодарное, но все-таки так хочется верить, что летом мы сможем поехать на отдых, не опасаясь за свое здоровье. Вот этот сезон, по-вашему, он будет отличаться от прошлого, когда после возвращения у нас произошел всплеск заболеваемости? Конечно, сезон будет отличаться от прошлого. В прошлом сезоне у нас практически ничего не было, да, все было закрыто. Вот, поэтому здесь я бы разделила на два аспекта. Во-первых, на организованный отдых и, конечно, отдых, который будет организован самими гражданами при выезде за границу, при выезде там в какие-то санатории и так далее. Конечно, есть определенные риски завоза, да, инфекции. В республику Мориэлл по возвращению с отдыха. Тем не менее, здесь тоже есть свои заслоны, свои фильтры. Вы знаете, что каждый прибывающий из зарубежного отдыха должен в течение 72 часов, во-первых, протестировать, разместить свой анализ на портале госуслуг. Конечно, здесь это тоже помогает выявлять своевременно того или иного инфицированного. И говоря о организованном отдыхе. Я все-таки здесь, Роспотребнадзорно, сегодня начал подготовку, работать над тем, чтобы у нас отдых, в первую очередь, детский наш организованный летний отдых прошел безопасно. Поэтому у нас в прошлом сезоне функционировало только 5 загородных и оздоровительных учреждений. В этом году у нас планируется 13. Конечно, все они будут работать с определенными требованиями. Весь персонал у нас будет тестироваться перед началом сезона, а потом в процессе эксплуатации этих учреждений. Конечно, мы будем рекомендовать, чтобы максимально весь персонал был охвачен профилактическими прививками. Естественно, от детей будут только справки об отсутствии контакта с инфекционным больным. Поэтому я думаю, что у нас, скорее всего, заработают пришкольные тоже оздоровительные учреждения. Я думаю, что у нас отдых пройдет достаточно успешно, без всяких эпидемиологических осложнений. А с другой стороны, я, наверное, как эпидемиолог, все-таки советую отдых проводить внутри страны. Слава Ильгизовна, ну что ж, будем надеяться на лучшее. Спасибо вам, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо.